Вот мы дошли до рынка Бонни. Это уже торговые ряды. С улицы где-то газели ходят, автобусы показываю. Мы проходили мимо автобусного вокзала. Сейчас показываю панорамы. Впереди видно такие красивые горы. А рынок Бонни вот прямо туда, да? Бонни рынок вот прямо так заходи. Вот мы с вами уже на территории рынка Бонни. Здесь можно заказать зерна. Кофе любое, какое вы хотите. У вас в глазах его смелют. Можете посмотреть цены, название кофе и ценники. Вот это и есть местный батумский рынок Бонни. Сейчас я вам здесь буду показывать ценники. Внимательно смотрите вам, если интересно. Вот это очень вкусная, веленая хурма. Как ее направлено называется? Чурцхела. Как? Чурцхела. Чурцхела. А сколько вот такая вот большая чурцхела стоит? Это 2 лара штук. 2 лара, любая, да? Да. По цвету только разные. Это грецкий орех, это фундук, это грецкий орех. Фундук и грецкий орех. И то, и то 2 лара штук, да? Да, одинаковый. Ага. Чурцхела. Очень вкусно. Решили вот обзор сделать рынка, потом на обратном пути, может быть, к вам подойдем что-то. А хурма в капуцу. 7 лар и лар. Это, я так понимаю, чача, сухое вино и... Это мёд. А, мёд? Мёд. Так, не клёдка, мёд. Это груш. Ага. Это чача. Чача? Да. А это? Это вино супер. Здесь арис граната. Граната есть. Сухой? Да. Сухой. Арис мишранит стейки, скрепки стейки. Ну, здорово, богатый у вас выбор. Хорошо, вот сейчас обойдем мы все здесь и будем выбирать, что-то, может быть, приобретем. Продолжается съемка на рынке Бонни. Вот местная мельница, наверное, такая, где тесто делают. Смотрите, какое многообразие здесь всего. Ну, пожалуйста, обращайте внимание на ценники. Другие очень ценятся потолки, или называют её лобио. Много блюд из неё готовится. Сусть лобио лобиани. Это снова кофе. Разве уста-та. Сусть лобио лобио. Сусть лобио. Сусть лобио лобио лобио. Субтитры сделал DimaTorzok Вот он, рынок Бони. Это центральный вход в него. Это вход в здание. Первый и второй этажи. Сейчас мы и туда зайдем. Итак, заходим в здание рынка Бони. Посмотрите, какое многообразие здесь. Вот очень ценится в Грузии приправы. Вот посмотрите, вот тоже очень популярная отванская соль. Куркума, горький, молотый перец, кориандр, пушеная приправа, черный перец. Посмотрите, сколько, сколько всего тут. А каркаде чай в какой-то? Стакан 2 ладо. Надо? А? Вот кунжут что, есть черный, да? Есть. Ну, каркаде тоже можно взять, наверное. Возьмешь? Да, глаза раздвигаются здесь. Сколько здесь всего можно покупать на рынке Бони. Кашка кунжут есть? Ну, она не может найти. Вот. Ты каркаде возьми немножко? Попробуй. Кашка кунжут. Ничего, 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 другое. Да, давай. Лена нашла здесь черный кунжут. И сейчас она покупает. Уже купили мы здесь за 5 лар. За 5 лар мы купили вяленую форму. Она сейчас стоит уже в марте 7 лар, но вот за 5 лар можно здесь договориться. Очень вкусная. А черный кунжут не везде продается, но вот Лена нашла. Здесь, смотрите, вот сколько приправ. Сухая джика. Розмарин. Мин молотый. Коньяки, натуральное вино домашнее. Часто. Все ест. Все ест. Все ест. Вино мы сами готовим, у нас вини дом хороший, коньяк тоже домашний хороший, лавровый, мишни, персиковая тача особенная, вино домашнее. Это коньяк, лавровый, мишни стоит 30 ларит литра, персиковая тача 15 ларит, тача виноградная тоже 15 ларит литр. Это греческие орехи, очень хорошие кусты, вино есть еще, вы не думаете, это очень хорошее, на церкви, я не знаю, маврый брат, курманы любите? Уже купили это мы, курманы купили, да. Хорошо, спасибо. Что вам сейчас в гости, гости у нас проверяют самые хорошие, вино это Кизмараули, и она думает. А Хванчкара есть у вас? Есть, там полгода на Лиун. Чуть-чуть давайте попробовать, а то я давно на него уже охочусь. Кизмараули покупаем, сейчас попробуем, да. Вот если вы приедете в город Батуми отдыхать, непременно посетите рынок Бони. Огромнейшее здесь многообразие и овощей, и фруктов, и различных приправ, каких только хотите. А грузинские приправы очень сильно ценятся. Многие покупают и просто приводят к себе. Это один из факторов, что грузинская кухня очень-очень сильно ценится во всем мире. Посмотрите, какие свежие овощи. И это рынок Бони. Это таджика. Таусы различные. Уйми крылья, подъявился полдома. Что это зеленый? Зеленый помидор, он залился. М-м-м. М-м. А какчёные в лугуни не сколько стоит? 25. Вот это можно. Не на цену. Это банк? Нет, это банк? Погода. А, да. Хе-хе-хе. Вот копчёный лугунь очень ценится. Он 25 лари, но Лена вот другой. И копчёный берёт, покупает. Лена, а этот лугунь за сколько ты покупаешь? Сколько он стоит? Это эмеретинский. А, эмеретинский? Сколько он? 13 лари. Эмеретинский. Хороший очень. На килограмм, да? Да. Решили грузинский орех взять. Он отличается от грецкого. Грецкий 30 лари килограмм. Это 13 лари. Но он очень такой... Калорийный, полезный. Это тоже жирный, да вкусный? Это тоже жирный, да вкусный? Да. Но чтобы его добыть, это продоёмкий трус. Поэтому лучше его на рынке купить. А яйцо? Яйцо 45, 10, 4, 10. Яйцо 45, 10, 4, 10. Вот тоже очень богатый выбор. Смотрим съёмку на рынке Бонни. Это мы поднимаемся на второй этаж. На второй этаж. Смотрите, какое рукоделие. Это рынок Бонни. А здесь вот множество выборов. Вина, мёда. Ролик снимаю. Вина грузинские. Ролик, ролик на YouTube. Пожалуйста. Теперь можно показать, да? Здесь, наверное, и чача, и вино, и коньяки, всё есть, да? А вот что интересно приблизительно? Нет. Что есть у меня? Аладастур есть. Саперави. Аладастур, саперави. Белый вино, кацетела. Домашний. Есть виноградная чача тоже. А чача виноградная витр сколько стоит? 10 пар. 10 пар, да? Которые я пью. Придёшь, гость у меня тоже. 10 рублей будет бесплатно там. А вот это вот белое сколько литр стоит? Это? Нет, белое, белое вот. Белое вино литра стоит 8 лар. 8 лар. А оно, как называется? Кацетела. Ркацетели, да? Кацетели. Ага. Вот тоже интересный вариант. Сейчас я жену приглашу сюда. И откуда? Итак, друзья, поход с рынка Бонни завершился. Вот мы кое-что купили на рынке Бонни. Например, мы купили вяленую хурму. Это обалденно вкусно. Сейчас она в городе продаётся на улицах по 7 лари. Мы купили за 5 лари. Купили также сыр эмеретинский 13 лари за килограмм. Ещё купили творог 6 лари за килограмм. Грузинский, такой дикий считается орех, 13 лари за килограмм. Он отличается от грецкого ореха, но тоже очень и вкусный, и полезный. И ещё мы купили тоже 2 популярных, 2 популярные марки вина. Красное и белое. Красное это вино Хванчкара. 20 рублей продаётся литр. Но мы договорились за 17 лари купили. Ещё купили белое вино сухое аркоцители за 8 лари. Ну вот всё, что вы видите, на это мы потратили сегодня 44 лари. Если вы будете в Батуми, то было бы неплохо вам, может быть, тоже посетить рынок Бонни. Батуми очень богатый выбор. Смотрите внимательно ролик. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Приветствуются ваши комментарии. Если вы хотите больше узнать информации о городе Батуми, под каждым роликом находится ссылка на мой сайт. С вами был Матопланет. С вами был Матопланет. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok